Плохая погода, не повод отменять путешествия, но кое-где в этом году влияние на планы туристов, пандемия коронавируса. Поэтому многие люди предпочитают отдыхать в пределах региона. В Иркутской области, помимо Байкала, много мест, где можно побывать, но сельский туризм у нас плохо развит. Почему и зачем вообще необходимо поднимать это направление, в этих вопросах разбиралась Анастасия Смирнова. Первые пожарные каски, вот лопаточка генерала Капеля, 15-й год, вот здесь вот выбито прямо. Лопатка времен Первой мировой войны и старинный ткацкий станок. Эти и другие вещи из прошлого можно увидеть в доме жителей Иркутского района. Владимир Ершов превратил свое жилье в музей. Назвал его «Лавка древностей». Коллекцию пенсионер собирал 13 лет. Помимо этого мастерил скульптуры животных и сказочных героев. Они обитают во дворе дома-музея. Встречают посетителей, к примеру, восьмиметровый змеи Горыныч. Посмотреть на необычный дом в село Мамоны приезжают туристы со всей страны. Пускает их к себе умелец бесплатно. Приезжают, отовсюду приезжают, отовсюду. Почти даже с Суланудэ, щиты бывали, елки здесь. Заезжают специальные елки. Черемховские, Зиминские, Секутии, вот несколько семей уже было здесь. Этот дом-музей вошел в последний сборник путешествий Иркутского района. Всего их издано 12. Это своего рода путеводители по местным селам и деревням. И оказывается, в каждом населенном пункте есть свои достопримечательности. Например, Горохово. Это совсем какая-то дальняя деревня. Будут туда ехать, узнают эту историю. Какая была интересная история. И что там был большой винокуренный завод, который обеспечивал всю нашу Иркутскую власть своим вином. Сборники стали актуальны именно сейчас, когда в регионе заговорили о развитии сельского туризма. Для Иркутской области это перспективное направление. По данным Министерства сельского хозяйства, в Прибайкалье более 200 объектов, которые уже предлагают подобные услуги. Это уход за домашними животными, рыбалка, охота, прогулки на лошадях, знакомство с памятниками архитектуры и истории. Да, такие есть в регионе. К примеру, наскальные рисунки в Качуге. А также погружение в быт коренного населения. Если путешествовать по селам, то мы видим совершенно других людей, а не тех, которые живут в городе. Это очень открытые люди, иногда с интересными историями. И очень интересно посмотреть на их быт. Я считаю, что это в том числе отличная альтернатива Байкалу, для того, чтобы разгрузить его немножечко от того количества туристов, которые на него едут, и дать возможность людям ездить куда-то еще, а не только на Байкал. Развитие сельского туризма способствует пандемии коронавируса. Из-за ограничения люди изучают родные края. Правда, путешественники могут столкнуться с проблемами. В основном это инфраструктурные ограничения. Плохие дороги до сел, отсутствие транспорта, кафе и гостиниц в деревнях. Но скоро все возможно изменится. До этого года законодательно даже не было понятия закреплено, что такое сельский туризм, агротуризм. Не было поддержки прямой на развитие этого направления со стороны государства, так скажем. Сейчас, так как законодательно будет понятие закреплено, соответственно, будет возможность выделить прямое финансирование на поддержку проектов. Минсельхоз Российской Федерации разработал проект, предусматривающий выдачу грантов именно на развитие агротуризма для крестьянско-фермерских хозяйств. А если будут деньги, значит будет инфраструктура. Туристы потянутся в села и деревни. Значит, появятся новые рабочие места. Как итог, сельский туризм – это отличный шанс возродить небольшие населенные пункты. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин, Андрей Назаров, Василий Заводский. Новости по будням.